У нас вообще в будущем будет строиться так, что одна лекция, и потом мастер-класс идёт. И для мастер-класса, в принципе, нужно, желательно, чтобы все имели ноутбуки. Потому что, в принципе, это практически дальше. Вы могли попробовать, как это править. Но сегодня я просто вам немножко расскажу о практических некоторых приёмах работы с Википедией. Чтобы вы могли зарегистрироваться там и знали, где что находится. Значит, на всякий случай, это у меня учётная запись в Википедии. То есть, можно, значит, ко мне всегда обращаться через страницу обсуждения именно там. Значит, теперь, значит, что мы... Значит, первое вообще, с чего нужно начать, это зарегистрироваться в Википедии. Значит, вообще, конечно, править можно и не зарегистрировавшись. Но зарегистрированный участник обладает рядом преимуществ. Значит, основное, значит, ну, во-первых, значит, первое, что, значит, вместо, значит, не зарегистрированный участник, который правит в Википедии статью, будет светиться его IP-адрес. Конечно, у многих он динамический, но есть и статические. В принципе, это по IP-адресу можно узнать очень много о каждом человеке. Вот откуда он правит, значит, где он живёт и так далее. Потому что, в принципе, любой участник Википедии, он может быть анонимен. То есть, он не сообщает о себе ничего, и никто не знает, что за ним скрывается. То есть, это может быть школьник, а это может быть крупный учёный. Вот. Значит, зарегистрировавшийся участник, он, как бы, этой информации гораздо меньше о тебе сообщает. Второе, с зарегистрированным участником гораздо проще общаться. Потому что участник, который имеет динамический IP-адрес, за ним попробует угонить. Бывает такое, что вот один участник правит какие-то, вот, ну, к нему пытаешься обратиться, а он уже с другого адреса. Вот. Значит, кроме того, зарегистрированный участник может настроиться под себя в Википедию. Как это делается, я вам покажу. Значит, ну, вообще, всегда, значит, работа с Википедией, ну, это заглавная... Ой. Значит, это заглавная страница, которая появляется, когда вы набираете, значит, адрес Википедии. Значит, анонимные участники править ее не могут. В принципе, зарегистрированы, там тоже есть определенные ограничения. Значит, начало работы начинается вот с вот этой вот представиться, зарегистрироваться. Значит, после чего появляется вот такое окно. То есть, если у вас уже есть аккаунт Википедии, вы можете вот здесь набрать свое имя, пароль. Вот этот флажок, говорит, служит для того, чтобы, значит, вас запоминал на компьютере, что вы работаете с этим аккаунтом. Вот, если вы правите с чужого компьютера, вот этот флажок не ставьте никогда. Вот, кроме того, в принципе, есть два варианта. Обычная авторизация и безопасная авторизация. Отличается протокол. То есть, здесь у нас, здесь защищенный протокол, чтобы нельзя было вас, ваш аккаунт взломать. Вот, значит, теперь, значит, ну, здесь можно выбрать язык. Потому что Википедия – проект многоязычный. Есть много различных разделов. Значит, в данном случае это русскоязычный раздел. Значит, тот, кто зарегистрировался в одном из разделов, когда переходит в другой раздел, он может править с того же самого аккаунта. То есть, там есть глобальная, так называемая, учетная запись, значит, с которой вы и будете работать. Есть, правда, некоторые ограничения, может быть участник в другой Википедии с таким же самым аккаунтом. Тогда вам придется с другого править. Да? В принципе, два аккаунта можно? Можно. Значит, человек может иметь несколько аккаунтов. Но есть некоторые ограничения, есть такое правило, значит, которое называется многоликость. То есть, когда человек может разделять, значит, свой вклад на разные аккаунты. То есть, с одного правит, там, статьи, допустим, о птицах, с другого правит статьи о фильмах и так далее. Можешь все править с одного. Главное ограничение заключается в том, что с разных аккаунтов нельзя, значит, создавать ощущение, что это разные участники поддерживают какую-то точку зрения. То есть, если вы, допустим, в каком-нибудь голосовании участвуете с двух аккаунтов, то вы, в общем-то, можете быть заблокированы. То есть, правило там такое, что, значит, ну, один основной, как бы, аккаунт есть, а остальные. Вот. Кроме того, у некоторых участников есть, сейчас я закончу, несколько, у некоторых участников есть специальные аккаунты под так называемые боты. То есть, бот – это программа, которая автоматизирует, автоматизировано править некоторые, может править статьи. Вот. Для них заводится специальный аккаунт, и этот аккаунт получает специальный флаг бота. Там дает определенные преимущества. Да. Вопрос, собственно, такой был. Как Википедия распознает, что это один человек под двумя аккаунтами сидит и делает сам себе войну правок? Значит, в принципе, значит, есть специальная группа участников, они называются проверяющие. Они по эпишнику следят? Значит, у них есть технический инструментарий, который может, можно проверить, правились ли, значит, с одного, есть ли пересечения между различными учетными записями. Вот, в принципе, следующим будет Илья Щуров, он как раз является одним из проверяющих Википедии. Вот, можете его... Ордин проверяющих. Да. Значит, там, дело в том, что когда вы правите в интернете, вы оставляете очень много следов. Кроме IP-адреса, это еще довольно много информации, с какого вы браузера правите, еще там есть определенные. Вот, то есть, по таким следам они могут определять. Кроме того, в принципе, есть еще такое, значит, правило, называется док-тест. То есть, по этому правилу, то есть, некоторые участники, которые начинают править одинаковые статьи, пишут в одном и том же стиле. В принципе, можно узнать участника. Вот, но, повторюсь, что если правки добросовестные, то никто не будет никаких мер принимать. Так, значит, теперь, значит, по поводу, значит, регистрации. Значит, сама по себе регистрация, в принципе, довольно простая. То есть, это делается на одной странице. То есть, у вас есть, значит, ну, это, что... Это как на многих сайтах вводите слово. Значит, дальше, имя учетки, пароль и почту, указывайте. Значит, некоторые, значит, по поводу названия учетки. Значит, эту учетную запись, в принципе, имейте в виду, что, значит, если подходите к выбору довольно тщательно. Значит, есть определенные имена, которые запрещены. Значит, то есть, часто регистрируются участники и делают там это имя, и имя является рекламным. То есть, название какой-нибудь фирмы, там еще чего-то. Там, Владимир Путин и так далее. Значит, вот. То есть, называться именем реально существующего человека, в принципе, это не очень хорошо. Вот, кроме того, есть такая тонкость кириллическое, не кириллическое имя. Поскольку сейчас учетная запись глобальная, то лучше выбирать не кириллическое имя. То есть, тогда, если вы будете в других править, там будет меньше проблем. Раньше вообще в некоторых разделах были кириллические имена запрещены. Вот, например, в английском. Вот, там за это могли заблокировать даже. Значит, вот. Кроме того, еще один момент. Учетная запись должна быть индивидуальная. С ней не должно вправить несколько участников. Если это выловится, то учетная запись будет заблокирована. То есть, это тоже нужно иметь в виду. Пароль, ну, пароль подбираете такой, чтобы вас нельзя было, в общем-то, вычислить. По поводу почты. Это не является обязательным. Вот, но если вы вдруг пароль забыли, то единственный способ восстановить его, отправить специальную ссылку по почте. То есть, если вы почту не указали, то, значит, пароль восстановить невозможно. То есть, это нужно иметь в виду. Вот, ну, и дальше нажимаете зарегистрировать на участника. Если все нормально, то, значит, вы зарегистрировались. И дальше уже можно входить в Википедию. Значит, теперь немножко об интерфейсе. Значит, ну, вот опять та же самая заглавная страница. Значит, здесь я, значит, чтобы мне показать, что не с администраторской, потому что у администраторов там чуть-чуть интерфейс отличается. Значит, смотрите, что здесь есть. Значит, ну, во-первых, вот ссылка вверху, личная страница. Здесь название вашей учетной записи. Значит, страница обсуждения. Ваша, личная. Значит, дальше. Страница настроек личных. То есть, вы можете настроить Википедию под себя, как я уже говорил. Ваш список наблюдений. Дело в том, что вы можете статьи помещать в свой список наблюдений. И дальше, если у вас кто-то эту статью правит, вы в списке наблюдений можете отследить, а как это правят. Правят, единственное, что тут нужно какую-то меру узнать, потому что, в принципе, список наблюдений, он довольно быстро растет. Вот. У меня больше 10 тысяч статей в списке наблюдений. Понятно, что, в общем-то, его периодически надо чистить. Удалять оттуда то, что не нужно. Вот. Дальше. Вы можете посмотреть свой личный вклад. То есть, что вы именно вносили. Вдруг вы что-то забыли. Вот. И хотите вспомнить, как называется статью, которая правил. Вот. Значит, и завершение сеанса работы. То есть, когда вы хотите разлогиниться. Вот. Значит, ну, личная страница. В принципе, это вот моя личная страница. Значит, по личной странице. В принципе, вы можете писать здесь довольно должна быть, можете сами решать, чего на ней должно быть. Главное, что личная страница не должна использоваться не по назначению. Значит, то есть, вы, если начинаете здесь какую-то размещать откровенную рекламу, то эта реклама будет удалена. Вполне вероятно. Вот. Кроме того, на личной странице обычно размещают какую-то информацию о себе. Ну, может, там по интересам. Вот. Кроме того, есть еще, значит, специальные, видите, значит, шаблоны, которые позволяют, в общем-то, сообщают информацию у вас. Например, языки. Какими языками владеют. Вот. Потом, значит, различные, значит, шаблоны информационные. Там могут быть, что этот участник любит вот это, любит вот эту тему, является поклонником Rolling Stones и так далее. То есть, таких шаблонов довольно много существует. В общем, каждый для себя выбирает сам. Что и как. Значит, страница обсуждения. Страница обсуждения – это место, где с вами могут общаться. То есть, если у вас возник какой-то вопрос, вы можете прийти к любому участнику на странице обсуждения и спросить. То есть, а почему ты внес в статью вот эту правку? Вот. Как вот сделать вот это? То есть, в принципе, есть участники, которые любят помогать другим участникам. То есть, каждый, когда регистрируется, у вас появится, значит, на вашей странице обсуждения краткая информация о том, что вообще можно делать в Википедии. Плюс будет то, что при вопросе вы можете обращаться к участнику такому-то. И вы к этому участнику можете, в принципе, прийти и спросить его, а как вот сделать вот это? Ну, опять-таки, в принципе, страницу обсуждения можно под себя настроить. Вот. Главное, значит, о чем нужно помнить в Википедии, о том, что общаться нужно корректно. Значит, есть два таких правила. Значит, этичное поведение и недопустимость оскорблений. То есть, если вы участника начнете оскорблять, вас сначала предупредят, а потом заблокируют, если не подействуют. Вот. Кроме того, нельзя раскрывать личную информацию у кого-то. Вот вы, допустим, провели исследование, узнали, что вот этот участник вот так-то. Если вы эту личную информацию раскроете, вас тоже могут заблокировать, причем даже бессрочно. То есть, такие прецеденты были. Вот. Потому что, в принципе, каждый участник сообщает о себе сам. Столько, сколько хочет. То есть, есть участники, которые, значит, в общем-то, не скрывают свою идентичность. Вот. И часто дело в том, что, в общем, википедисты встречаются, проводятся и конференции википедийные, проводятся викивстречи, где википедисты общаются, и причем говорят не только о Википедии. Вот. И, в общем-то, довольно часто. Есть и международная википедисты проводятся ежегодно. Вот. То есть, в принципе, возможности для общения есть. Вот. Но далеко не все участники раскрывают свою личность. То есть, участники, о которых известен только его логин. Все. Больше ничего не известно. Вот. Хотя, некоторые участники вынуждены раскрывать свою, значит, идентичность. Это касается некоторых групп с продвинутыми правами. То есть, ну, они сообщают не всему миру, а только в специальную организацию, которая, в общем-то, потому что, допустим, проверяющие, они имеют доступ к личной информации, они должны подтвердить, что они не являются кем-то там стражными преступниками, которые будут потом сливать эту информацию куда-то. Вот, значит, теперь, в принципе, значит, можно под себя настраивать, значит, если у вас, вы какую-то статью правите, у вас вдруг может появиться вот такая вот желтая плашка. Значит, это говорит о том, что кто-то оставил информацию на вашей странице обсуждения. И вы можете перейти туда и посмотреть, а что же вам такое написали. То есть, это, в принципе, вот, единственное, что тут тоже вспомнить, потому что, надо бывает ни одно сообщение несколько, особенно, если вы долго не заходили, там может их набраться довольно много. Вот, теперь по поводу настроек немножко. Значит, я не буду подробно рассказывать, что каждая настройка делает. Значит, переходит, значит, вот по странице настройка, и тут они все сгруппированы по разным, значит, закладкам. Вот, где здесь можно, в принципе, увидеть краткую даже информацию о себе, в какие вы группы входите. Вот, значит, здесь есть управление глобальной учетной записью, можно посмотреть. Можно указать свой пол. Значит, дело в том, что сейчас, если раньше все участники были мужского пола по умолчанию, поменять нельзя было. Нет, ну, можно было установить, но его обращались как участник. То теперь, если указать женский пол здесь, то у него будет префикс «участница». Это появилось недавно совершенно. Вот, значит, кроме того, вы можете здесь же изменить пароль, настроить язык интерфейса. Это, в общем-то, актуально, когда вы правите в других разделах в Википедии. Вы можете везде настроить русский язык, а не китайский, который вам предлагается по умолчанию, например. Значит, кроме того, вы можете настроить себе подпись, как будет выглядеть. То есть, по умолчанию подпись совпадает у вас с ваш логин. Но вы можете сделать подпись более такую, как бы, значит... Единственное, значит, там есть некоторые требования к этому, к виду подписи. Она обязательно должна вести либо на вашу личную страницу, либо на страницу обсуждения. Плюс туда нельзя цеплять, значит, какие-то графические элементы, шаблоны. И, значит, она не должна быть ярко вызывающей. Если у вас такая будет, то вам начнут очень настойчиво предлагать сменить подпись. Значит, отдельно, значит, я немножко хочу рассказать о гаджетах. Значит, дело в том, что можно немножко расширять свой интерфейс за счет различных скриптов. Самые популярные скрипты, они, значит, на закладке гаджет расположены. Значит, вы можете поставить галочку, здесь есть описание, что это за скрипт. И у вас появятся некоторые дополнительные возможности. Значит, подробно я не буду рассказывать, что есть, что. Каждый, в принципе, может потом посмотреть сам, что и как. То есть, там, в принципе, это... Вот, значит, можно сменять тему оформления. Значит, по умолчанию сейчас ставится, так называемый, вектор. Раньше была Monobook. Вот, можете посмотреть, что и как есть. Кроме того, обратите внимание, здесь есть, вот такие, здесь они, красные ссылки, на собственный CSS файл, собственный JavaScript файл. Значит, туда вы можете делать оформление под себя. То есть, чтобы ваш интерфейс ваш приобрел дополнительные какие-то возможности, некоторые вещи выделялись. Значит, в принципе, ну, JavaScript, это, он пишется, это, значит, файл называется commons, он находится вот такая, вот когда идет слэш, это под страницей идет. Это называется личное пространство участника. То есть, здесь у вас язык JavaScript используется, вы можете скрипты какие-то внешние подцеплять. В принципе, есть уже много скриптов. Если какой-то участник написал скрипт, вы его можете использовать. Можете свой собственный скрипт написать. То есть, это ваше право. Значит, и в результате у вас там появляются некоторые изменения. Точно так же можно настраивать CSS файл, чтобы у вас оформление менялось. Вот, ну, это, как бы, здесь немножко для продвинутых, скажем так, пользователей. Я вам просто рассказал, что это что-то существует. Теперь, список наблюдения. В принципе, выглядит по умолчанию он вот так. Так, здесь очень мало. Это у меня учетка под бота, который, значит, список наблюдений практически никакого нету. Вот, но у многих он довольно широкий. Тут можно настраивать количество правок, которые вы видите. Вклад участника. Вы можете просмотреть все правки, которые вы осуществляли в Википедии. То есть, они все вот в списке есть. И, в общем-то, количество правок, в общем, на что влияет. В принципе, если, значит, когда участник регистрируется в Википедии, он является, попадает в группу участники. Значит, после того, как он в Википедии находится две недели и сделал 20 правок, он автоматом переходит еще в две группы. Значит, одна группа – это загружающий. То есть, он может загружать, значит, файлы в Википедию. В основном, это графический файл, ну, медиафайлы. Плюс еще, значит, он становится автоподтвержденным участником. Значит, автоподтвержденный участник, значит, у него при совершении некоторых действий не будет всплывать, значит, что он должен ввести код для какой-то правки. Это есть анонимных участников, есть неподтвержденных участников. Но это не для всех правок, это только для некоторых категорий. Это, в первую очередь, добавление ссылок на внешние ресурсы. То есть, это защита от спама. У автоподтвержденных участников ничего этого не надо делать. То есть, там все автоматом проводится. Вот, плюс, для того, чтобы получить некоторые флаги, тоже нужно определенное количество правок набрать. То есть, это показатель опытности участника, скажем так. Хотя, довольно грубый показатель, потому что, в принципе, можно написать статью одной правкой, можно написать, сделав сто правок. Значит, теперь немножко о том, как вообще править статью и что у нас есть. Значит, статья у нас, если вот, ну, я взял статью «Квантовый компьютер», для примера, значит, у нее есть, значит, смотрите, вот здесь у вас, ну, это в векторе, теме, значит. Во-первых, есть разные, здесь вот, значит, закладки, здесь плохо видно. Значит, основная закладка – это статья. То есть, это для чтения. Вот, обратите внимание, значит, вот здесь у вас есть разница чтения текущей версии. Это я вам потом расскажу, чем отличается. Значит, у любой статьи, у них есть еще страница обсуждения. То есть, когда вы переходите, значит, на нее, там идет обсуждение статьи. Дальше, последняя, отпатрулированная версия статьи. Значит, дело в том, что в Википедии введен механизм, который называется патрулирование или досмотр статей. Ну, основной, значит, он был введен, в общем-то, сравнительно недавно, в 2008 году. Значит, основная цель его – повысить качество статьи в Википедии. Значит, патрулирование – это, значит, есть группа участников опытных, которые могут ставить на версии статьи специальный флаг, который говорит о том, что статья, в ней отсутствует явный вандализм, явное нарушение авторских прав, ну, и она имеет какое-то более-менее нормальное оформление. Вот, то есть, в принципе, это защита от, значит, от вандализма и от нарушения авторских прав. Значит, дело в том, что ряд статьи, в принципе, можно защищать от правок. Кроме того, есть специальный механизм, который называется стабилизация. Стабилизация – это более мягкий, значит, механизм для защиты. И дело в том, что стабилизированная статья по умолчанию анонимным участникам показывается стабильная, последняя патрулированная версия. То есть, если кто-то, допустим, внес в такую статью какую-нибудь там правку, которая является некорректной, то ее увидят, в принципе, только зарегистрированные участники. Анонимные участники ее могут увидеть, но с помощью некоторых усилий. Так вот, значит, здесь, смотрите, вот это вот, как раз вот эта стабильная версия, то есть, это патрулированная. Вот это текущая версия, только, значит, та, которая, последняя версия. Они могут, если они будут совпадать, то у вас там будет тут одна только закладка. Значит, дальше, для редактирования статьи, самая интересная закладка, это правка. То есть, править статью может любой, зарегистрированы вы или нет. Исключение составляет только защищенные статьи. Значит, в принципе, существует два уровня защиты. Первый, это защита от, значит, анонимных участников. То есть, такие статьи, значит, анонимные участники править не могут. Значит, это делается, если, допустим, в статье намечается, постоянно вносится какая-то информация. Значит, там, вандализм идет постоянно, допустим, или спам туда идет. Вот, значит, второй уровень защиты, значит, это могут править только администраторы. То есть, такая защита ставится в случае, если идет активный военноправок. Кроме того, защищаются статьи, значит, шаблоны с большим уровнем включения. Значит, ну, по шаблонам я сейчас подробно на них останавливаться не буду, у нас будет потом более подробный рассказ о них. Значит, шаблоны, это, если вкратце, это какой-то код, который может включаться во многое количество статей. То есть, чтобы не, значит, писать каждый раз этот код, значит, а его использовать, вот. Значит, в принципе, это довольно мощный механизм, который позволяет делать, значит, ну, более-менее, значит, унифицированное оформление для некоторых фрагментов статей. Так, и еще есть эта история правок. То есть, вы можете посмотреть, какие вообще правки вносились в статью, и кто их, эти правки вносил. Значит, и, значит, дальше, здесь, ну, здесь плохо видно, значит, такая здесь есть звездочка. Значит, если вы нажмете вот сюда, то эта статья помещается вам в список наблюдений. Звездочка становится из белой-синий. Можно и убрать оттуда тоже, еще раз нажав, значит, у вас будет, тогда белый, сразу белый стоит. И поиск статьи. То есть, если вы хотите найти какую-то статью, вы в строку поиска набиваете название. Если статья с таким названием есть, у вас она появится. Если такой статьи нет, то у вас появится окно поиска, где, в общем-то, она может, если какие-то есть совпадения, она вам выдаст список статей. Значит, дальше, вот здесь у вас есть такая панель, в которой вы можете, ну, перейти быстро на некоторые заглавные страницы. Вот, и, кроме того, есть, это называется, значит, интервики. Что такое интервики? Дело в том, что в Википедии проект многоязычный. Есть довольно много разделов, и статья об одном понятии может быть в разных разделах. Для того, чтобы их связать между собой, устанавливаются так называемые интервики. То есть, это специальный кусочек кода, где указывается, значит, код раздела, в котором есть, плюс указывается название статьи в том разделе. Вот, в принципе, сейчас достаточно добавить ссылку на один раздел, и дальше, если, значит, в том разделе, на который вы добавили, есть ссылки на другие статьи, то дальше есть специальные программы бота, интервификаторы, которые эти ссылки автоматом проставят. То есть, у вас появится полный набор Викиссылок. Значит, их может не быть вообще Викиссылок, а может быть довольно много. Вот, и здесь вот перечислены языки, на которых данная статья есть в других разделах. Вот, в принципе, можно здесь есть специальный гаджет, который позволяет эти языки на русском языке написать. Чтобы не думать, а чего вот это такое вот. То есть, это, поскольку многие языки есть даже не на латиннице. Здесь там фарси, по-моему, это. Вот, и есть иероглифы здесь, то есть, там довольно много. То есть, здесь написано на том языке, на котором данный раздел. Вот, в Википедии довольно много разделов. Причем есть даже разделы на искусственных языках. Есть раздел на эсперанто, например. Вот, но в основном это, конечно, живые языки. Плюс, в принципе, даже русскоязычные есть на малых языках некоторых. Есть икутский, например, раздел. Вот, там, правда, гораздо меньше. Белорусский, например, раздела два. Потому, что в Белоруссии там есть два, значит, две разных грамматики. Вот, норвежских, кстати говоря, два раздела тоже у них есть две разных грамматики. Вот так исторически сложилось. Вот, теперь, значит, вообще статья, если вы посмотрите, она выглядит, это не сплошной текст, а имеет какие-то элементы оформления. То есть, видите, часть выделена другим цветом, полужирным текстом. Есть такие вот синие, это называется гиперссылки. То есть, это ссылки, либо, ну, обычно здесь это на другие статьи Википедии. Есть графические элементы, можно даже формулы писать. Вот, и все вот это, это отображение. Значит, так. Вот, кроме, значит, того, из, значит, есть там еще вот такая, значит, стрелочка, здесь плохо это тоже видно. Там есть дополнительные, дополнительные функции. Значит, например, ну, по умолчанию там добавляется только одна функция, переименовать статью. То есть, в принципе, переименовать статью, если, допустим, название какой-то с ошибкой, то нужно не заново писать статью, а просто переименовать. Вот, правда, по поводу именования статей, в общем-то, часто идут очень большие дебаты. Потому что, в принципе, статья может называться по-разному. И какое название правильное, это не может решить один человек. То есть, если возникают споры, есть, в принципе, специальная процедура для переименования. Вот, и тогда там, в общем-то, много километровые дискуссии идут. Вот, ну, самое, в общем-то, известное, это история про переименование статьи «Беларуси». Потому что в Беларуси считают, что статья должна называться «Беларусь». Вот, там было очень, несколько раз ее выносили на переименование. Значит, в конце концов переименовали. Потом это было отменено. И дальше, в общем, дело дошло до арбитражного комитета. В общем, который создал комиссию. В общем, ну, пока результатов эта дискуссия не привела. Вот, все равно споры продолжают идти, как должно называться. И какой результат, честно говоря, предсказать невозможно сейчас. Еще нельзя сделать просто две станды. Значит, дело в том, что, в принципе, есть такой механизм, который называется редирект. Значит, то есть, вы можете создать все названия, которые может принимать данный предмет статьи. То есть, название одно основное, а с остальных идет редиректа ставится. То есть, она, когда вы набираете другое название, она автоматом переносит на эту статью. Вот, но их интересует, в общем-то, там вопрос больше даже политический. Потому что в Белоруссии русский язык является одним из государственных. Вот. А, значит, русскоязычная Википедия, это не Википедия, которая принадлежит России, а это Википедия на русском языке, которая является государственным не только в России. И правят участники Википедии очень много. Есть и из США, и из Канады, много из Германии участников правят. И страны СНГ. В общем-то, и, то есть, довольно много. Вот. Но вопросы по поводу названия не решаются коллегиально, в общем-то. Вот. Как конкретно, я сейчас просто не буду уже больше останавливаться на этом. Теперь редактирование статьи. Значит, вот та же статья «Квантовый компьютер», которая, ну, к сожалению, плохо здесь видно. Значит, итак, значит, что у нас есть? Значит, ну, во-первых, здесь идет текст, и встречаются различные элементы оформления. Эти элементы, это называется, значит, викификация. Значит, существует свой язык для викификации, но поскольку, значит, далеко не все этот язык знают, особенно новички, то есть инструменты, которые позволяют эти, значит, элементы оформления сделать. То есть, есть свой, собственно, редактор. Значит, ну, здесь я приведена традиционный, значит, изначально, который был панель формы, значит, но сейчас, значит, для тех, кто зарегистрируется, увидит панель немножко другая будет. Вот, я сейчас ее покажу. Вот, значит, кроме того, значит, здесь у нас идет вот такая, значит, 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 здесь находятся элементы для викификации. То есть, различные куски, которые можно вставлять в статью, то есть, чтобы быстро куски кода, то есть, они будут вставлены туда, куда вы укажете. Плюс используемые шаблоны, которые используются в нашей статье. То есть, видите, может быть шаблон довольно много. Вот, причем они могут использоваться, вы даже их не вставлять можете, они просто используются для некоторых элементов. Так, значит, в принципе, значит, вот у вас есть в окне настроек, значит, у вас вот здесь вот есть такая возможность включить улучшенную панель редактирования. Вот я ее просто себе выключаю, я не совсем привык к этой панели, мне это удобнее без нее. Вот, но, в общем-то, вот, выглядит она вот так вот. То есть, у нее здесь есть несколько, значит, кнопок. Кроме того, есть три раздела, которые расширяют. Значит, что здесь есть? Ну, допустим, вот здесь вот элемент выделен, значит, это будет жирный текст. Вот здесь вставлено изображение. Вот, все изображения, к ним идет доступ по имя файл, потом двоеточие. Вот, значит, квадратные скобки, значит, это викификация. Вот, если одинарные скобки такие квадратные, то это будет внешняя ссылка. Вот, но я сейчас не буду это ставить, это мы потом отдельно с вами подробно рассмотрим, как это все делается. Значит, то есть, вы, в принципе, можете использовать вот эти вот кнопки. Дальше, вот здесь вот эта вот кнопочка, есть, кнопка подписи. Когда вы участвуете в каком-то обсуждении, если вы нажмите на нее, то у вас ставится четыре тильда подряд, и при сохранении статьи это будет преобразовано в вашу подпись. Подписывается только на страницах обсуждения. Значит, в статьях вы не подписываетесь. В статьях у вас, ваш вклад можно посмотреть по истории правок. Значит, вот панель. Значит, вот смотрите, история изменения. Значит, что здесь есть? Ну, во-первых, можно посмотреть, когда это было изменено, кто изменял, и некоторое еще дополнительное описание изменений. Вот здесь у нас нет патрулированный кусок. Вот видите, даже ожидается проверка. Значит, их патрулируют, это вот специальные участники патрулирующие. Их, в принципе, в Википедии больше тысячи. То есть, там патрулирующим может стать любой участник, имеющий месяц стажа и больше ста правок. Вот, есть специальные процедуры, они обсуждения присваиваются. Так, значит, теперь, значит, можно посмотреть, если вот вы нажмете вот на эту ссылку, вы можете посмотреть версию статьи. Вот я вам для примера, это одна из первых статей, которая была создана в Википедии, статья России. Вот, в общем, тут это было еще тогда, когда Википедия 2000, сейчас не помню, четвертый, по-моему, год. В общем, можете посмотреть, какое качество было тогда. То есть, сейчас, в принципе, качество изменилось очень сильно. Вот, кроме того, значит, можно посмотреть, значит, вот здесь, если вы посмотрите, вот здесь вот есть, значит, можно поставить вот так и нажать кнопку «Странить выбранную версию». То есть, можно посмотреть, от чего было внесено, какие правки. То есть, здесь выделяется, значит, текстом. Кроме того, можно посмотреть, кто вносил конкретную правку. Плюс, описание правки. Описание правки не является обязательным, но желательно все-таки комментировать свои действия. Особенно, когда они не очень явные. То есть, если вы отменяете эту правку, вы должны это обсудить. Вот. Ну и по поводу отмены правок. Дело в том, что, значит, это одна из самых частых причин, по которой блокируют участников, это участие в войне правок. То есть, если вы откатили, вашу правку откатили, то не надо ее возвращать в Википедию. Вы идете на страницу обсуждения статьи и пытаетесь договориться с другими участниками, а почему ее откатили. То есть, есть такое правило контенсус, по которому необходимо этого контенсуса нужно достигать. Вот. Если не получилось договориться между участниками, то можно попросить кого-то из опытных участников стать посредником, чтобы разрешить это. Вот. Ну, иногда бывает, что, значит, посредничество назначается принудительно. Ну, это у вас будет еще специальная лекция, где вам, в общем-то, расскажут что-то о механизме, как разрешать конфликты в Википедии, потому что их принцип бывает не так уж и мало. Значит, так. Теперь, значит, немножко, значит, по дальнейшей работе. Мы в Википедии создали специальный проект. Называется вот проект АТУС. Значит, в котором написали, в общем, ну, как преамбулу, указали нас, как преподаватели, и здесь вот должны быть список студентов. Значит, вот к следующему разу вам будет задание. Вы должны зарегистрироваться в Википедии и вписать себя вот сюда. Вот. Если какие-то будут проблемы, значит, здесь, в принципе, у участников, значит, я тут, наверное, не написал почту свою, ладно, это я вам. Значит, значит, либо, значит, на странице обсуждения, либо по почте. То есть, я или Илья, мы, в общем, достаточно оперативно постараемся отреагировать. Значит, кроме того, вот, все статьи, которые вы вначале будете создавать, значит, здесь есть специальные, вот вы вписываете здесь название статьи, нажимаете создать. То есть, это сделано специально для того, чтобы вас сразу же не подвергать риску, что в вашей статье набежит куча участников, которые будут стремиться их удалить. Потому что одна из проблем, которые существуют в Википедии, это барьер вхождения. То есть, так вот сразу, чтобы вы могли прийти и сразу написать все сразу, далеко не всегда бывает. Часто первые статьи, которые создают участники, они удаляются. просто потому, что те, кто их пишет, не совсем понимают правила Википедии. Вот, потому что Википедия свободна энциклопедия, но свободна это не значит о том, что можно писать все, что угодно. Вам Стас Козловский рассказывал про то, что в общем есть понятие значимости. То есть, здесь мы, вы будете создавать статьи в некотором подпространстве. То есть, у нас значит, пространство проект. Значит, дело в том, что в Википедии есть несколько пространств. Значит, есть пространство статей, они без всякого префикса. Кроме того, есть ряд пространств, в которых есть префикс. Вот, префикс проект, это для различных проектов википедийных. Что такое проект? В принципе, это, значит, создаются они для координации действий участников по улучшению Википедии. Значит, может несколько участников сказать, «О, мы хотим делать вот это». Чтобы координировать свои действия, они создают проект, в котором есть свои подстраницы, и в которых можно, в общем-то, обсуждать различные действия. Значит, кроме того, в принципе, есть еще дополнительное пространство, есть пространство файлов. Значит, вот сразу немножко по поводу файлов. Значит, дело в том, что, как вам говорили уже, что значит, очень такое трепетное отношение к авторским правам. То есть, все, что вы нашли на просторах интернета, это не значит, что его можно загрузить в Википедию. Значит, в принципе, есть два места, куда можно загрузить файлы. Первое место это Викисклад. Значит, ну, Викисклад это, он отдельный проект. Значит, то, что вы загрузили Викисклад, могут использовать участники в любой Википедии. Можно загрузить файл в саму Википедию. То есть, такая возможность есть. То есть, вот здесь вот есть, значит, здесь у меня наверное нету этой. В общем, здесь появляется ссылка загрузить файл. И по ней можно будет грузить файл, но не сразу. То есть, я говорил, что нужно 20 правок сделать, плюс 2 недели проработать. Вот, Викисклад можно грузить сразу же, как только вы зарегистрировались. Значит, единственное, что, значит, Викисклад туда грузятся только свободные файлы. Причем далеко не все. Значит, туда можно грузить в принципе то, что вы сфотографировали сами. Либо но. Есть такая, в общем-то, законы в разных странах такие, что можно грузить далеко не все. Например, в России отсутствует так называемая сводопанорама. Поэтому, если вы сфотографируете какое-то здание, которое было построено в общем-то в 20 веке, то вполне, то оно, скорее всего, охраняется авторскими правами. Есть музейное право, есть еще там очень много всяких тонкостей. То, что, значит, кроме того, если вы нашли какой-то файл в интернете, вы его на Викисклад грузить сразу не можете. Только в случае, если он под свободной лицензией. А такое бывает далеко не всегда. Значит, в Википедию русскую можно грузить несвободные файлы. Но, там есть некоторые ограничения. То есть, есть довольно так называемый критерий добросовестного использования. То есть, и там определенные ограничения. Но, я думаю, что у нас будет занятие, которое я вам расскажу. Более, или я, или я. Расскажем, какие файлы можно грузить, какие нельзя. Значит, теперь, значит, вот, ну и, в общем, то, что вот в этом проекте, оно является, это относится к этому проекту. То есть, в принципе, не будут стремиться удалиться сразу же. По крайней мере, мы на это надеемся. Значит, значит, когда вы нажмете кнопку править, у вас появится вот такой текст. здесь у нас это, значит, уже элементы викификации. Вот такие вот знаки равно, это заголовок. Значит, в принципе, в Википедии можно использовать HTML. Вот, но лучше использовать викификацию, потому что, в принципе, вот здесь там есть кнопка такая, викификатор, которая, она позволяет некоторые вещи. Значит, здесь ссылку на себя добавляет в следующем формате. Здесь вот, ну, либо юзер, либо участник, двоеточие и логин. Кроме того, здесь можно после, вот, значит, идет, значит, такая прямая черта, пайпа, она, по-моему, Значит, дальше можно передавать параметры. То есть, здесь можно указать, значит, ими, по которым к вам обращаться можно. вот, и все это, значит, двойные, значит, прямые, прямые скобки, значит, это викификация. Значит, вы дописываете вот сюда. Значит, звездочка, это, в принципе, это ненумерованный список. Вот, то есть, попытайтесь добавиться, то есть, это здесь, я надеюсь, что проблем не возникнет. Вот, и дальше, тогда уже, потом вы будете работать в Википедии из своего логина. Так, ну, значит, какие вопросы есть, я сейчас готов ответить. по алфавиту, то есть, ну, скорее по алфавиту, вот, хотя, если будет не отсортированной, в принципе, можно так. Теперь немножко я вам просто, чтобы, вы, в принципе, можете создать свою личную страницу еще, вот, но, значит, я вас предупреждаю, значит, вы там пишите только ту информацию, которую сами хотите написать, то есть, мы ни к чему вас не будем призывать вас, значит, раскрывать свою идентичность. Лично страницу в проекте? В проекте, да. То есть, ну, дальше я не знаю, в самом, значит, как это мы, в принципе, должны знать, чтобы, с кем соотноситься, но это, я думаю, мы договоримся, как это сделать, чтобы вас, я не знаю, вас там занять, будут вас, как вы отчитываться будете, чтобы можно было установить личность? Вы говорили, что проект нужен для координации участников, то есть, получается, что это аналог группы, и может быть проекты, например, биотехнологии, все, что там живут. Принципы, да. То есть, вообще, в принципе, все проекты, есть проекты экзопедические, есть метапедические. Значит, скажем так, любая деятельность участника, википедия, ее разделяют на две большие группы. Экзопедическое, это то, что связано непосредственно с написанием статей, метапедическое, это то, что связано с обслуживанием википедии. Значит, есть участники, чисто экзопедисты, которых не интересует все, что вокруг, а есть те, которые, в общем-то, любят пообсуждать чего-то. В принципе, в википедии есть свои форумы, правда, форумы, это, ну, они по определенным принципам, то есть, там, опять-таки, это не пожизненное обсуждение, потому что википедия не является социальной сетью, а это именно то, что связано с самой википедией. То есть, есть отдельный, допустим, форум по авторскому праву, есть форум технический, есть форум, есть новостной форум, есть форум общий, так называемый, куда относится то, что, если вы не понимаете, к чему это относится, это можно туда. Вот, есть, кстати говоря, такая интересная страница, называется, значит, можно сообщить, в принципе, об ошибке. То есть, да, то есть, есть механизм, есть участники, которые отслеживают это, эти ошибки, вот, хотя туда часто, значит, появляются такие же, я не могу добавить информацию о сети ВКонтакте, или что-то подобное. Вот, в принципе, то есть, вот как бы так. Это некий раздел, да, получается, проект, это раздел? Проект, в принципе, это раздел, причем сейчас, раньше он был, есть пространство в Википедии, вот, он буквально вчера переехал в пространство проект, то есть, это тоже длительный был, несколько дней переезжал, потому что очень много страниц было, вот, то есть, это некое подпространство Википедии, которое, в общем-то, не является, не относится к статьям, но, является, есть еще личный пространство, сейчас я вам просто покажу, значит, на первую страницу перейти, то есть, вот смотрите, вот, вот это вот пространство, называется пространство участников, оно называется личным пространством, я могу написать любую, вот, сделать слэш, и название статьи, это будет статья в личном пространстве, вот, она правда, нужно иметь ввиду, что они не индексируются, вот, и, в общем-то, но часто некоторые участники, они сначала пишут статьи, допустим, в личном пространстве, а потом переносят их в пространство статей, вот, в проектах тоже, в принципе, можно, но проекты, они больше, как бы, координационные, идут, вот, есть метапедические проекты, есть, например, проекты, значит, связанные с присуждением статуса статьям, проекты хорошая статья, проекты избранная статья, избранные списки, вот, то есть, там тоже идут обсуждения определенные, и там дальше присваиваются статусы, то есть, некоторые статьи есть со статусами, их не так много по сравнению, значит, хорошую статью больше тысячи, значит избран статьи порядка 500 так еще вопрос что чтобы найти группу наш проект вы просто вы просто будете вот это проекта тус но это это значит слайды в принципе по видео выложу тоже и будет ссылка вот то есть вы там увидите но и там по моему я не знаю есть там то есть это чтобы не искали то есть найти не сложно то есть вот вы здесь вот вот здесь в строке поиска набираете проект двоеточие ратус вы увидите там дело в том что у него поиск сделан так что когда вы начинаете набирать у вас появляется возможное уже есть значение которое так еще вопросы так вообще все порядка я так понимаю в общем тогда значит в следующий раз будет мой коллега илья щуров вам рассказывается я через через неделю у вас буду значит и такая еще просьба есть значит если у вас появятся какие-то дополнительные пожелания что вы хотите услышать о чем-то то вы тоже сообщаете то есть мы в принципе можем какие-то коррективы вносить чтобы значит сделать то есть основная цель вот этого курса так чтобы сделать так чтобы вы в википедии не чувствовали себя чужими чтобы это не было для вас каким-то черным ящиком вот но и плюс вы значит у вас будут практические занятия то есть вы создавали статьи в принципе есть существует опыт такой у нас есть один администратор который значит своим студентам давал задание писать статьи в википедии у него был перечень вопросов вот но в принципе из попалки конечно писать статьи далеко не все могут вот главное что нужно иметь ввиду что статьи должны быть написаны самостоятельные они скопированы откуда-то значит так называемый копивила это тоже скопировано из других источников и что очень очень просто и в общем то это видно даже по самому час час часто это видно видно по самой правке что это скопирован откуда-то вот такого быть не должно плюс второе значит принципе нужно писать по источникам вот там у нас будет отдельно лекция где его я вам расскажу как вообще в принципе писать статьи как подбирать источники значит что 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 и к как сделать ссылки как делать сноски и так далее то есть там вам саму технологию написать на статье я вам расскажу потому что тоже есть определенная специфика вот но поскольку я не знаю там научные статьи писали кто-нибудь в принципе это похоже на научную статью вот и она не должна основываться на личном опыте то есть оригинальные исследования не запрещены то есть если кто-то придумывает новую теорию то вначале и должен где-то опубликовать а не сразу же писать в википедии отчет такой бывает вот и потом обижаются о том что удалили вообще надо сказать что сообщество википедии довольно неоднородная скажем так то есть есть участники для которых основная цель написать о любом мультфильме например любим персонажа вот это много школьников довольно существуют вот и такие статьи делаются тоже чаще всего их удаляют что вызывает очень большая обида вот есть в принципе со степенями люди люди вот это уж там бывают проблемы потому что человек который допустим там доктор доктор наук профессор привык что он является авторитетом а потом приходит какой-то участник и и правит его статью вот нужно запомнить одну вещь не существует собственность на статью то есть статья вы можете быть ее автором то есть вы являетесь автором и вот но вашу статью может исправить любой участник корректные правки льве тот другой вопрос вот но к этому нужно быть готовым вот и вот одна из проблем как раз почему многие ученые не очень любят править википедии потому что и кстати могут исправить так но если нету вопросов тогда значит наверно мы на сегодня закончим вот раз был всех вас видеть будем надеяться что наше сотрудничество будет плодотворным